Всем огромный привет! Вы на канале Твой парфюмер, где мы честно и просто говорим об ароматах. Ну а меня зовут Настя и если вы заглянули ко мне впервые, пожалуйста, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Оставляйте, конечно же, свои комментарии, лайки и заходите в мои соцсети, которые вы увидите внизу в описании под этим видео. Ну а ко мне, как я и говорила, приехала новая посылка, меня понесло в связи с большими скидками. И я заказала очередную порцию новинок с сайта Рандеву. И, конечно же, очень этому рада, почему бы и нет не воспользоваться таким мега шансом, когда, во-первых, с принципе скидки до 50% на всю косметику и парфюмерию, и еще плюс мой личный промокод дает дополнительные 10%. Ну, естественно, я и говорила, что буду заказывать. Почему нет? Ну, не воспользоваться просто грех, как я уже говорю. Итак, саму коробку я уже убрала, мне очень не терпелось, поэтому показываю то, что приехала. Ну, прежде всего, конечно, спасибо, как всегда, за подарочки. Ну, мелочь, а вот приятно все-таки. Все мы любим, знаете ли, побаловаться. Вот то, чего мы не знаем, не ждем, не ожидаем. В общем, класс. Итак, значит, я в этот раз заказала себе и косметику. Я говорила про это. Заказала я свой любимый карандаш для бровей. Пользуюсь одним и тем же постоянно. Это у меня Vivienne Sabo Brow Arcade 03 именно оттенок. Мне очень он нравится, потому что, во-первых, он средний по жесткости. У меня достаточно жесткие сами по себе волосы, да, вот в бровях. Поэтому мне тяжело иногда прорисовать внутри прямо. И мне мягкий грифель, но не подходит. Здесь грифель на самом деле отличный. А еще могу сказать, что касается щеточки. Щеточка здесь просто супер. Она, конечно, классно растушевывает. В общем, никуда не исползает этот карандаш. Очень натурально смотрится. Классный оттенок. И он и прохладный, и не уходит ни в какую рыжину желтизну. Ну, в общем, то, что я так очень люблю. Поэтому, если вы ищете хороший карандаш по классной цене, рекомендую вам обратить на него свое внимание. И меня очень заинтересовала, конечно же, цена на тушь, которую я все время хотела попробовать тоже от Vivienne Sabo. Мне кажется, это, по-моему, одна из последних их линеек. Эссентрик, которая придает объем и удлинение. И здесь щеточка, конечно же, силиконовая. Ну, я не помню, даже есть у них какие-то натуральные щетины. Не буду врать. В общем, достаточно удобная. Она, кстати говоря, хорошо вот сгибается. И я сегодня, конечно же, воспользовалась этой тушью. Значит, что могу сказать? По поводу цвета. Черный цвет. Я люблю более насыщенный черный цвет. Здесь все достаточно натурально. Вот сказать про объем. Объем не накладных ресниц. Ну, такой вот средний, скажем. Удлинение, да, тоже есть. Щетка, кстати, действительно мне очень понравилась, потому что прокрашивает замечательно реснички вот около внутреннего уголка. Супер. Нижний, кстати, тоже великолепный. В общем, еще раз скажу, что эффект получается, ну, такой вот больше ежедневный. Конечно, можно, в принципе, наслоить. И еще, что хорошо, тут достаточно большое количество туши, ну, не выходит на саму щетку. Нет этих излишек. То есть, все тут, в принципе, ограничитель прекрасно работает. И получается, что, в общем-то, не тратится большое количество. Я уже давно, к слову, отказалась от дорогих вариантов, да, потому что, в принципе, у меня они сохнут достаточно быстро. И для меня Vivienne Sabo один из самых классных представителей. Я люблю их тушь, короче говоря, я очень рада. Тем более, я говорю еще раз, стоимость просто огонь. Вот, значит, давайте перейдем к ароматам. Я, честно говоря, не удержалась и сняла, конечно, слюду. Ну, короче, уже как есть. Значит, первый, это у меня Dachab от Kajal. Я очень люблю вообще этот парфюмерный дом. У меня это уже не первый представитель. И один из моих любимчиков, это Lamar. Конечно же, я прекрасно знаю Dachab. Мне очень хотелось приобрести его, да, потому что, ну, звучание действительно фантастическое. Кстати, сразу могу сказать, что для меня он не похож с кирки, там, с арбепурой. Да, действительно, звучание вот этих яблок, Грэйни Смит, очень интересно. И маракуйя. Вот они вместе, конечно, интересные ноты такие получаются. Яркое, яркое звучание. Мускус, конечно, здесь чувствуется. Пачули хорошо, кстати говоря, тоже чувствуется. И он достаточно... Мне показалось, что как-то он ярче, что ли, у Lamar. Вот такое как-то у меня впечатление сложилось. Да, одна линейка, все на тему там фруктов, ягод. Но, тем не менее, вот разные они. Значит, я могу сказать, что в Dachab слегка какой-то момент, может быть, шампунистости, не знаю, мне вот показался. Но меня никак, естественно, это, ну, не расстроило ни в коем случае, нет. Наоборот, показалось очень даже интересным. В общем, он такой прямо очень яркий, красивый и несъедобный. Он не с такой гурманники, который прямо вот хочется сожрать. Нет, все очень красиво, качественно и круто сбалансировано, на самом деле. Так, дальше еще один представитель будет у меня, в данном случае, от Montal. И это Chocolate Gritty. Я отлично знаю этот аромат, потому что это у меня уже второй флакон. У меня он был, я как-то уже показывала, кстати, говорила про него, что для меня это один из самых крутых ароматов на тему гурманики. Вот когда спрашивают так вот, чтобы гурманник не сильно была съедобная, но вкусно при этом пахла и классно сидела в холодное время года, я однозначно говорю, что здесь нужно пробовать обязательно Chocolate Gritty от Montal. Потому что очень правдоподобно звучит какао, выпечка с цукатами, как будто несколько зернышек кофе лежит рядом. В общем, но это не все-таки изначально история не про кофе, а именно про какао, да. Ваниль, короче, сладко, да. Опять же, для меня вот почему-то, ну, несъедобно, не знаю. Вот, да, гурманика, да, вкусно звучит, да, приятно. Я такие ароматы очень люблю в холодное время года. Но при этом не хочется побежать и съесть. Вот как в Дахабе, да, вот эти яблоки, так же и в Chocolate Gritty вот эта выпечка. Для меня она носит, конечно, парфюмерный характер прежде всего. В общем, отличные ароматы, я их люблю и очень, конечно, рада, что по классной цене мне удалось их схватить. Когда такая есть возможность, это супер. Я надеюсь, что смогла зарядить вас слегка вот этой позитивной энергией. И, конечно же, скоро я уже знаю, какой будет обзор, сделаю обязательно, поподробнее про них еще поговорю. Всем всего доброго. Как всегда, я надолго с вами не прощаюсь. И обязательно заходите в эти видео, здесь много всего интересного. Всем всего хорошего и до новых встреч. Пока!